Я признателен организаторам конференции, во-первых, за приглашение, а во-вторых, за возможность все-таки выступить, хотя мне не удалось приехать. Это не связано напрямую с этими ковидными ограничениями, хотя косвенно, конечно, вызвано этими. Ко мне давно собирался приехать мой бывший постдок для завершения неких совместных работ. Его визит все время переносился, откладывался, и в конечном счете он состоялся сейчас. То есть он смог приехать буквально на прошлой неделе, и, конечно, уехать в то время, когда он с большим трудом и с большими сложностями сюда приехал, было бы очень неудобно. Так что я извиняюсь еще раз за то, что я сначала пообещал приехать, потом не смог, и очень благодарен за то, что все-таки в какой-то форме доклад состоится. Значит, тема доклада. Ну, я выбирал такую тему, которая, как мне кажется, должна быть всем понятна. Я не знаю, насколько она интересна, но уж с матрицами любой математик имеет дело. И вот, в частности, в докладе Виктора Львовича матрицы упоминались. Ну, понятно, что матрица – это одна из самых таких известных и общезначимых математических структур. Вот. Значит, тема моего доклада – это «Тождество матриц» или «Матричное тождество, включающее умножение и транспонирование». Это результаты, полученные в цикле совместных работ с моими соавторами. Карлом Мауингером – это профессор университета Вены, и Игорь Доленко – это профессор университета Нови Сады в Сербии. Вот. О чем я буду говорить? На самом деле, речь пойдет об очень простых вещах. Я буду говорить о «Тождествах» вот в самом таком простом смысле. Вот «Тождества» или «Законы» – это нечто такое очень общее и очень понятное. «Тождество матриц» на самом деле в каком-то смысле это одна из самых первых абстрактных идей, с которыми дети, изучающие математику, сталкиваются в школе. Я имею в виду, скажем, коммутативный закон для сложения, что от переменных мест слагаемых сумма не меняется. Вот именно в таком смысле, там «А плюс Б равняется Б плюс А», я буду понимать слово «Тождество». Вот когда школьник начинает учиться, вот он одним из первых узнает этот коммутативный закон, а к концу средней школы он уже знает довольно много законов. Ну, или, по крайней мере, мы предполагаем, что он должен знать много законов. Вот я, так сказать, упомянул некоторые из них. Коммутативность и ассоциативность сложения. Коммутативность и ассоциативность умножения. Дистрибутивность умножения относительно сложения. Ну, вот, скажем, такой закон «А в квадрате минус Б в квадрате» – это «А плюс Б умножить на А минус Б». Ну, «Тождество», «Пифагора», «Тригонометрическое» и так далее, и так далее. Значит, вот есть много законов, и я думаю, что школьник, ну, по крайней мере, хороший школьник, он чувствует, что есть некоторая разница между главными и второстепенными законами. Наверное, школьник не в состоянии эту разницу, ну, как-то так, понятным образом объяснить. Но то, что он такую разницу ощущает, это понятно. Вот, скажем, первые два закона на этом слайде – коммутативность умножения, ассоциативность умножения – они, понятное дело, такие основные. Про них как-то явно специально говорят, их обводят в рамочки в учебниках. Но вот это тоже ведь выполнено. А, Б в квадрате – это А в квадрате на Б в квадрате. Это тоже закон, но как-то вот он, так сказать, не так пышно преподносится, не так много про это говорят. Хотя он тоже в школе отмечается, конечно. В чем тут дело? Ну, вот дело в том, что вот эти первичные законы, такие как коммутативность умножения и ассоциативность умножения, это внутренние свойства тех объектов, ну, в данном случае чисел, которых мы перемножаем, и того, как мы их перемножаем, то есть как определенное умножение. А вот такие вторичные законы, как этот, это на самом деле следствие, которое можно формально вывести из основных законов без всяких предположений о том, что за объекты перемножаются и как определенное умножение. Ну, вот, совсем элементарный пример вот такого вывода, вывода одного тождества из других. Вот смотрите, значит, если я хочу преобразовать АВ в квадрате, ну, во-первых, я применяю определение того, что значит ассоциатив квадрат, потом я переставляю скобки с помощью ассоциативности, потом я переставляю со множителей с помощью коммутативности, потом я опять пользуюсь ассоциативностью, и потом я опять использую определение о возведениях квадрата. Вот, таким образом, что эта выкладка показывает? Она показывает, что вот это тождество, которое я назвал пример, это формальное следствие ассоциативности и коммутативности, и это формальное следствие будет выполнено всякий раз и в любом случае, в котором выполнена ассоциативность и коммутативность. То есть в процессе развития пронятия числа, например, в школе, а потом в университете, мы расширяем натуральные числа целых, потом целые – это рациональные, потом рациональные – это действительные, потом действительно – это комплексные. И каждый раз нам нужно объяснять, почему, скажем, сохраняется ассоциативный закон и коммутативный закон. Скажем, умножение действительных чисел определяется совсем не так, как умножение натуральных чисел. Это не значит сложить само с собой пи раз, в отличие от того, что значит умножить на три. Поэтому определение умножения изменилось, значит и доказательство того, что ассоциативность сохраняется, нужно новое. Но как скоро мы вот эти вот базовые тождества доказали, уже нет, конечно, никакой нужды доказывать вот такое тождество каждый раз заново, потому что оно всегда будет следовать из основных. Вот это вот такая основная идея. И на самом деле большая часть алгебры фактически занята именно этим. Она выводит некоторое полезное, в кавычках, вспомогательное или вторичное тождество из некоторых первичных законов. При этом сами тождества, которые вводятся, могут быть очень сложными. И вывод может быть нетривиальный. Вот простой пример, который опять-таки все знают. Вот формула для определителя произведения. На самом деле это некое тождество. Вот если расписать его через элемент, это будет жуткое, так сказать, равенство. Даже в учебнике Фадеева сказано, что даже страшно себе представить, так сказать, как оно выглядит даже для случая матрицы на три. Но фактически это тождество. Это некое тождество, хотя и громоздкое, но вот с помощью значка определителя его можно компактно записать. И доказательства его не совсем тривят. Но нужно обратить внимание, что число тех первичных законов, тех, так сказать, основных аксиом, которые в этот вывод вовлечены, довольно мало. Ну, скажем, вот для того, чтобы доказать формулу для определителя произведения, что, собственно, надо знать. Ну, надо знать, что сложение и умножение коммутативно и ассоциативно, и знать, что умножение дистрибутивно относительно сложения. Вот из этих пяти законов вот эта сложная формула, ну, нетривиальным образом выводится. Ну, вот это наблюдение, наблюдение, которое состоит в том, что вообще-то тождества очень много, но как бы основных среди них не так много, приводит к идее, что можно составить полный лист вот таких первичных законов, которые позволят нам вывести из них любое тождество. Вот такой список, полный лист первичных законов, из которых можно вывести любое возможное тождество, называется базисом тождества. Тут надо сразу сделать важное предупреждение, оговорку, что слово базис здесь не подразумевает никакой независимости. То есть мы не требуем, когда мы говорим про базис тождества, мы требуем только того, что все остальные тождества можно из них вывезти. А то, что там какие-то из них можно отбросить и вывести из других, это для нас не играет в данном контексте никакой роли. Поэтому, скажем, ни о какой единственности базиса речь идти не может. Ну, вот это надо понимать. То есть слово базис вот здесь используется не в том смысле, в котором оно используется, скажем, в линейной алгебре. Когда мы говорим про базис трансцендентности, мы тоже, конечно, подразумеваем некую минимальность. А здесь это не так. Ну, понятно, что для того, чтобы говорить о базисе тождеств, надо сказать, о каких тождествах вообще идет речь. Ну, то есть более точно надо специализировать, во-первых, множество тех объектов, числа, функции, матрицы, с которыми операции производятся. И второе – множество тех операций, которые над этим объектами производятся. Ну, скажем, сложение, вычитание, умножение, возведение в степень и так далее. Вот давайте рассмотрим простой пример. Пусть наш объект, то есть вот то, с чем мы имеем дело, это натуральное число, позитивное, положительное целое число. И пусть наши операции – это сложение и умножение. Тогда можно доказать, я не сказал бы, что это совсем тривиально, но это не очень сложно, что вот эти шесть тождеств, которые здесь написаны, они образуют базис. Вот шесть самых стандартных тождеств образуют базис. То есть все возможные тождества натуральных чисел, в которых участвует сложение и умножение, ну, это единица, можно вывести из этих тождеств. То есть можно сделать такой отрадный вывод, что в школе изучают именно те тождества, которые, собственно говоря, и надо изучать. Ну вот есть еще одна тоже операция, которую в школе рассматривают на множество натуральных чисел. Это возведение в степень. Можно взять любое натуральное число и возвести его в любую натуральную степень. Это тоже некая бинарная операция. Вот пять тождеств, которые в школе изучают по этому поводу. Ну, что единица в любой степени единица, что любое число в первой степени – это единица. Ну и вот эти вот тождества. Вот эти 11 стандартных тождеств, вот шесть с предыдущего слайда и пять с этого слайда. Ну, в многоязычной литературе так обозначается – тождества high school identities. А мы будем, давайте, их называть тождествами средней школы. Вот. Тождества средней школы – это 11 тождеств, которые описывают основные законы, связывающиеся, выполняющиеся для трех основных операций с нейтральными чистыми. Сложение, умножение и возведение в степень. Вот. По-видимому, Дедекинду принадлежит такая постановка вопроса. Он в 1888 году опубликовал такой, можно сказать, памфлет, это брошюра, это тонкая книжка под названием «Вазинтун, Вазолин, Децаль». Что такое числа и чем они должны быть? Вот там он поставил этот вопрос. Вот эти 11 тождеств, они на самом деле достаточны для того, чтобы вывести все, что мы знаем про натуральные числа? Ну, понятно, что вот в то время еще не было языка математического, на котором можно было такой вопрос точно сформулировать, ну, тем более точно на него ответить. И такой язык был развит в первой половине 20 века. Одним из важных участников этого, так сказать, процесса построения такого логического языка был Тарский. И, в частности, он сформулировал проблему, которую сейчас называют Тарский HSI-проблем, значит, проблема Тарского отождества в средней школе, вот в явном виде он поставил эту проблему в тех терминах, которые мы используем сейчас. Верно ли, что вот эти 11 тождеств образуют базис всех тождеств, в которых участвует сложение, умножение и возведение в степень, и которое выполняется в множественных натуральных числах? Ну, вот, естественный вопрос, а ответа на него нет. Это не так. Значит, это неверно. Есть такие тождества, которые выполняются в натуральных чисел, в которых участвует только сложение, умножение и возведение в степень, и которые не выводятся из вот этих вот тождеств высшей школы. Вот. Ну, вот первый такой пример привел в 1060 году логик из Оксфорда, Алекс Уилки. Вот тождество Уилки. Оно выполняется в натуральных числах и не выводится из 11 основных тождеств средней школы. Ну, оно выглядит немножко сложно, так сказать. Понятно, вот если сейчас смотреть на экран, то, конечно, это кажется довольно загадочным. На самом деле, тут ничего уж особо сложного нет. И доказать, что это действительно тождество, выполняющее во множестве натуральных чисел, это не так. Это упражнение такое, не слишком сложное. Конечно, намного более деликатный вопрос состоит в том, как доказать, что это тождество нельзя вывести. То есть доказать, что оно выполняется, несложно. А вот доказать, что его нельзя вывести формально из стандартных тождеств средней школы. Это непростая задача. Ну, как такие вещи доказываются? Ну, как бы в Казани, так сказать, это, можно сказать, понятно. Вот как доказывается, что пятый постулат нельзя вывести из основных постулатов геометрии Эвклида. Как доказывается непротиворечивость геометрии Лобачевского. Ну, с помощью построения модели. То есть можно построить такую модель, где все остальные, так сказать, аксиомы геометрии выполняются, а пятый постулат опровергается. Вот точно так же доказывается и здесь. То есть надо построить такое множество М, на котором можно определить три операции. Ну, их можно условно назвать сложением, умножением, возведением степень, хотя, понятно, вообще говоря, это три произвольные операции. Потом надо проверить, что все одиннадцать тождеств в этом множестве выполняются. А вот тождество вилки в этом, в этой модели не выполнялось. Вот такие, вот вилки построил такую модель, она была очень сложной. Но потом люди там, естественно, соревновались, кто упростит и все такое. И в данный момент есть такая модель с двенадцатью элементами. То есть можно нарисовать такую таблицу сложения, таблицу умножения и таблицу возведения степень на двенадцати элементном множестве, проверить, что все одиннадцать основных, так сказать, тождеств выполняются, а вот тождество вилки не выполняется. Ну, наверное, кто-то про это уже слышал, ну, а для кого-то, может быть, это является информацией новой, что вот так мир устроен нехорошо. И как же искать выход из этой ситуации? Ну, то есть надо ли включать тождество вилки в школьную программу, раз это одно из свойств натуральных чисел, которое верно, но вот которое как бы школьными методами мы не можем, из школьных аксион не можем выпустить. Ну, к счастью, для школьников это невозможно. То есть в каком смысле невозможно? Это не имеет смысла добавить тождество вилки, так сказать, к списку наших основных тождеств, поэтому это не поможет. Можно доказать, что тождество вот такого объекта, натуральные числа с операциями сложения, умножения и возведения в степень вообще не допускает никакого конечного базы. Ну, то есть если мы добавим тождество вилки, то найдется тождество, которое не выводится из 11 и еще тождество вилки. Если мы добавим еще какое-то тождество, всегда найдется то, которое не выводится. Ну, то есть нет конечного вот этого простого логического исчисления, у которого, так сказать, используются только вот такие тождества, самые простые логические формулы. Вот оказывается нету конечной аксионатизации. Это нетривиальный результат, он был доказан Рувимом Гуревичем, это математик, логик из Ленинграда, тогда это был Ленинград, он, к сожалению, рано умер, эта статья была опубликована уже после его безвременной кончины. Вот есть такая теорема, которая гарантирует, что если взять любое конечное множество сигма, тождесть вот этого алгебраического объекта, натуральные числа с тремя операциями, сложение, умножение из 2 степень, то всегда есть вот такое тождество Тау, которое играет точно такую же роль по отношению к этой системе сигма, как тождество Вилки играет по отношению к множеству тождеств средней школы. Оно выполняется, но его нельзя вывести. То есть это на таком, можно сказать, миниатюрном примере мы видим тот феномен, который Гёдер впервые продемонстрировал в своей теореме неполноте. Значит, есть утверждение, которое верно, но не может быть доказано, формально доказано. Вот, итак, вот есть такое, оказывается, такое явление, что у нас есть очень естественное, что может быть естественнее, чем натуральные числа. И, в общем-то, простой объект, ну, в каком-то смысле простой, понятно, натуральные числа имеют много всяких свойств, в том числе очень сложные, но вот то, что мы вроде имеем дело с совсем простыми формулами, с тождествами, не с какими-то там хитро навороченными. И вот в этом случае нет конечной аксиментизации. Вот когда у нас возникает такая ситуация, мы говорим, что ответ на проблему конечного базиса тождеств для вот этой структуры отрицательный. И говорим, что сама структура бесконечно базируемая. В противном случае, когда ответ на проблему конечного базиса тождеств положительный, мы говорим, что структура конечно базируемая. Итак, вот эта структура, натуральные числа со сложением и умножением, конечно-базируема, а вот эта структура, натуральные числа со сложением и умножением, бесконечно-базируема. Ну вот, собственно, мы пришли теперь к теме моего доклада, это было такое длинное мотивирующее введение, а речь пойдет о проблеме конечно-обаицы-тошности. Эта проблема, мне кажется, вот эта проблема, так она формулируется. Есть некоторая достаточно интересная по тем или иным соображениям структура М. Вот видите, есть такая тенденция использовать букву М в качестве главного персонажа. В предыдущем докладе тоже главный этот самый изучатель языков, он тоже назывался М. Вот есть некий интересный объект, который мы называем М. Но в нашем случае это просто множество с набором операций. И вопрос такой, а конечно базируемо ли это множество? Можно ли дойти конечной базе сложностей для тех сложностей, которые выполняется это множество? Ну, почему этой задачей стоит заниматься? Ну, во-первых, она естественна сама по себе. Это, по-моему, довольно естественный вопрос. Вот. Ну, и он ставился, ну, применительно к разным, так сказать, объектам довольно давно. Ну, математикой, например, это полугрупп, его отмечали, некоторую форму отмечали Тарский и Мальц в середине 60-х годов. Но кроме того, кроме того, что это довольно естественный вопрос сам по себе, у него есть интересная и иногда даже неожиданная связь с совершенно разными областями. Ну, вот на одном конце, так сказать, можно назвать приложение к теоретической информатике. Вот там рассматриваются такие задачи, похожие на то, что в предыдущем докладе упоминалось. Значит, вот надо, есть некий класс языков, и надо узнать, принадлежит ли наш язык данному классу. То есть там мы не пытаемся сам язык выучить, а мы пытаемся определить, принадлежит ли он данному классу. Вот, оказывается, есть такой алгебрический подход, я не буду сейчас даваться его детали, который позволяет свести эту задачу к некоторой задаче теории полугрупп. А в этой задаче теории полугрупп оказывается важным, конечно, базируемые те полугруппы, которые там возникают или нет. Конечно, базируемые именно в том смысле, который мы сейчас обсуждаем. И если они, конечно, базируемые, то это порождает полиномиальный алгоритм для соответствующей задачи из теоретической информатики. С другой стороны, вот на таком чисто уж совсем теоретическом конце аспекта, вот есть знаменитые, извините, проблемы теории чистых, открытые до сих пор, проблемы близнецов, проблема Гольбаха, существование нечетного совершенного числа, бесконечность множества четных совершенных чисел. Все это классические проблемы, некоторые из них там древним грекам восходят, некоторые в начало малого времени. Так вот, оказывается, что их можно сформулировать в точности, как задачи о конечном базе сложности для подходящего объекта. Вот есть интересная, на мой взгляд, видимо, не очень хорошо известная статья Перкинса, поскольку, по-моему, все ссылки на нее из моих работ, так сказать, в литературе есть. Но это хорошая статья, хотя и короткая. Вот она называется «Конечная оксимитизируемость эквациональных теорий вычислимых группоидов». И там показано, что каждая из этих классических теоретко-числовых гипотез, эквивалентна проблеме конечного базиса сложности для некоторой структуры такого сорта. Значит, множество, и на нем одна бинарная операция, одно умножение. То есть, если бы мы умели эффективно решать проблему конечного базиса тоже, чего мы не умеем, то мы бы могли решать и такие вечные задачи, чего мы тоже пока не умеем. Но эта связь, мне кажется, тоже интересна. Интересно, что даже конечная структура может быть бесконечным базисом. Понятно, да? То есть, множество натуральных чисел бесконечно. В нем как бы есть бесконечность. Те вот объекты, которые здесь возникают, это тоже бесконечные группоиды. Они вычислимы, но бесконечные. Но на самом деле существуют конечные группоиды, которые не имеют конечного базиса. Самый маленький такой объект был построен Мурским, Владимир Владимирович. Мурским еще в 60-е годы, он так и называется, группоид Мурского. Это всего трехэлементная структура. То есть, всего три элемента, их как-то можно перемножить. Но, на мой взгляд, самый такой красивый, удивительный пример – это так называемый моноид Бранта. Это просто множество вот тех шести два на два матриц, ну, над любым полем или коллекционом с единицей. А вот это что такое? Это единица, это ноль и четыре матричных единицы. Вот если рассмотреть эти шесть матриц относительно обычного матричного множения, строчка на столб, перемножаем эти матрицы. Это множество замкнут относительно множения. То есть, когда я две такие матрицы перемножаю, я снова получу матрицу звукового множества. Так вот, оказывается, вот это множество, оно там по некоторым историческим причинам называется моноидом Бранта, не имеет конечного базиса творчества. Это тоже было доказано Перкинсом, примерно в то же время, в 1969 году. Он доказал, что вот эти шесть матриц образуют группу, у которой нет бесконечного базиса творчества. Итак, вот такой удивительный факт. Есть очень прозрачная, очень естественная и очень конечная, так сказать, структура. И тождество этой структуры нельзя аксиматизировать с помощью какого-то конечного множества заповедей. Тарский в 60-е годы предложил исследовать вот эту проблему, проблему конечного базиса тождества, как для конечных структур, как проблему разрешимости. Ну, действительно, если у меня проблема, если структура конечная, то ее можно задать конструктивно, и поэтому можно спрашивать, есть ли алгоритм, есть ли алгоритм, который, если ему предъявить, так сказать, на вход какое-то эффективное описание нашей структуры, ну, скажем, набор матриц и правила матричного множения, он определяет, верно или нет, что эта структура имеет конечный базис тождества. Вот это вот проблема конечного базиса тождества в форме Тарского. Существует ли алгоритм, который по эффективному описанию конечной структуры S определяет, имеет ли эта структура конечный базис тождества или нет. Вот. Эта проблема решена негативно Ральфом Маккензе, вот у него большая статья, довольно технически сложная, но сейчас появились некие более, как по-английски говорят, reader-friendly изложения этого результата, но все равно это тривиальный результат, который показывает, что вот эта проблема неразрешима, а мы ритмически, то есть алгоритмы не существуют, даже для конечных структур с одной единственной операцией. Ну, на мой взгляд, это очень позитивная новость, то есть люди, которые изучают этот вопрос, вопрос о конечной степени базис тождества, они знают, что никакой механической процедуры, так сказать, ну даже в принципе ответить для ответа на этот вопрос не существует, и, значит, для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, надо быть умнее, чем ваш компьютер. Хорошо. Ну вот, теперь проблему, про которую я хочу рассказать, я, по-моему, объяснил. А теперь, собственно, чем мы собираемся заниматься, то есть из чего состоят наши объекты. Вот наши объекты – это самые обычные матрицы, квадратные N на N матрицы над каким-то полем К. Ну, понятно, я всегда буду считать, что размер матрицы больше единицы, ну, просто чтобы про всякие очевидные частные случаи не нужно было каждый раз открываться. Вот M, N от K – это множество всех таких матриц. Множество всех N на N матриц над полем К. И нас интересует проблема конечности базиса тождества для вот такого множества, когда на нем рассматриваются различные естественные для этого множества операции. Ну, самый классический случай – это операции сложения и умножения. Вот есть матрицы, можно складывать и перемножить. В этом случае ответ известен и он положительный. Ну, он известен в таких случаях, вот когда характеристика поля нулевая, это доказано Кемером, это из Новосибирска. Ну, тогда он был молодой человек, сейчас он примерно моего возраста. Вот, Александр Роберт Ильич Кемер. Сейчас он в Ульяновской работал. Значит, в 1887 году для случая поля характеристики 0. А для случая конечного поля – это следствие результата, которое получили независимо Крюс и Львов. Львов – это тоже из Новосибирска, математик, тогда совсем молодой, это, по-моему, еще его студенческая, ну, или там сразу после окончания университета работа. И ответ вот звучит так, что если я рассматриваю множество матриц относительно операции соотношения и умножения матриц, то оно конечно базировано. То есть есть конечный набор тождеств, с которого все тождества выводятся. Сам этот набор тождеств, он известен только в некоторых частных случаях. Вот ГН равно 2 выписаны, там два таких тождества. Это, кстати, уже нетривиальный результат. В случае, когда поле характеристики 0, и для 2, 3 и 4 для конечного поля выписаны эти базисы. Значит, в общем случае, ну, скажем, для 3 на 3 матриц явный формат конечного базиса. Известно, что он существует, но он неизвестен. Насколько я понимаю, для случая бесконечных полей не милевой характеристики тоже ответ пока неизвестен, даже на проблему конечности базиса. Но тут я могу ошибаться. Вот. Теперь следующий пункт. Что если мы рассмотрим только одну операцию, умножение? Можно рассматривать одну операцию сложения, но в этом случае совсем неинтересно, там все всегда хорошо. А вот с умножением уже не совсем очевидная ситуация. Вот если рассмотреть одно умножение, то матрицы над бесконечным полем, они все конечные базируемые. И более того, в этом случае, баясь очень простой, это закон ассоциативности. То есть все тождества, которые выполняются в матрицах и в которых участвуют только умножения, это следствие закона ассоциативности. Но это в том случае, когда поле бесконечное. А вот если поле конечное, то конечного баясьа нет. Это результат, который был независимо получен Марком Валентиновичем Сапиром и мной в середине 80-х декабря. Вот при этом мы как бы из одного коллектива, мы вместе, так сказать, в нашем университете, там росли в семинаре Ивановича Шеврина. Но это не результат совместных работ, потому что методы были совершенно разные. То есть вот метод, который Марк развил, метод, который я придумал, это абсолютно разное. И у них разные области применимости, но от матрицы над конечными полями оба эти метода покрывают. То есть вот если рассмотреть тождество матриц любого фиксированного размера над любым фиксированным конечным полем, то эти тождества не имеют конечного баясья тождества. И это можно доказывать двумя разными способами. По Сапиру и, так сказать, следуя моему подкрыму. Итак, вот что мы видим здесь? Здесь мы видим такую странную взаимосвязь, так сказать, такую, что ли, дуализм. Вот смотрите, когда сам объект конечен, а его тождество не имеет конечного баясья, а когда сам объект, который рассматриваем бесконечный, его тождество имеет конечный баясья. То есть вот имеет конечный баясь. Вот это довольно удивительно. И на самом деле вот таких примеров, когда взаимосвязь между, так сказать, конечностью и бесконечностью как-то вот нетривиальным образом возникает. Не так, как мы бы ожидали. И она делает, на мой взгляд, всю эту область довольно привлекательной. Вот. Хорошо. Теперь чем же мы занимаемся? Вот в нашей цикле работ с Карлом Уиндером и Игорем Доллингой мы изучали тождество матриц, в которых кроме умножения участвует одна, а может быть две естественных одноместных операций. Ну, какие есть естественные одноместные операции с матрицами? Ну, самое простое – это транспонировать. Любую матрицу можно взять и транспонировать. Но есть и более хитрые операции. Я скажу про некоторые из них. Например, можно рассматривать обращение Мура-Пенроуз. Вот обычное обращение, оно не является всюду определенной операцией. Всякая матрица обратима. А вот если рассматривать некие обобщенные обратные, например, по Мура-Пенроузу, его можно уже к любой матрице приблить. Хорошо. Вот наш результат для классического транспонирования. Если рассматривать такой объект, берем все N на N матрицы над каким-то полем, а, ну, над каким-то полем, и рассматриваем его относительно операции умножения транспонирования, то у тождества такого объекта существует конечный базис тогда и только тогда, когда К – бесконечное поле. Для любого конечного поля значит, конечного базиса нет. Вот. Ну вот самая трудная часть это как раз вот именно это, что если поле конечное, то тождество не имеет конечного базиса. И тут вот интересная вещь произошла. Ну, понятно, что мы должны были, ну, естественно, было попытаться применить все подходы, которые имелись для той ситуации, когда было тождество, только включающие умножение. Я уже упоминал, что есть два таких подхода, они разные. Так вот, оказалось, что ни один из них недостаточен для того, чтобы покрыть все тождества, в которых участвует и умножение, и трансформирование. А вот вместе, вот если, так сказать, расширить один и расширить другой, то вот в объединении они покрывают уже все, что надо. Ну, например, вот если попробовать применить тот подход, который Сапир применял, то вот он работает, когда для 2 на 2 матриц, он работает для полей из 2, 4, 5, 8, 9 элементов, и не работает для полей из 3, 7, 11 и так далее. То есть вот когда в остатке определения на 4, 3 порядка поля, тогда этот подход не работает. Но зато работает тот подход, который происходит от моей работы. И в целом этот результат получается. Хорошо. Следующее достаточно важное, ну, я не буду тут объяснять, почему это симплектическое транспонирование тоже важно, но можете, так сказать, поверить, что это тоже достаточно важный объект, хотя его в стандартном курсе линейной алгебры, наверное, не рассматривают. Вот пусть у меня есть матрица четного размера, которую я записал в блочном виде А, Б, С, Б. Где А и Б – это уже М на М матрицы. Тогда симплектическая транспозиция определяется так. Ну, вот так она определяется, значит, тут надо как бы поставить минусы, потом это все надо поменять местами, примерно как мы делаем превышление присоединенной матрицы. Но кроме того, надо еще все транспонировать. Ну, вот можно проверить, что симплектическое транспонирование натворяет обычным должностям, так сказать, которое для обычного транспонирования выполняется. Таким образом, это инволюция вот этой матричной алгебры. Вот. На самом деле можно показать, что любая инволюция вот такой вот матричной алгебры, которая оставляет на месте все скалярные матрицы, она похожа либо на обычное транспонирование, либо на симплектическое. Ну, слово «похоже» тут надо уточнять, это очень сильно зависит от свойств основного поля. То есть вот, какой смысл мы складываем в это слово «похоже» – это требует неких ограничений на поле, поэтому я не буду сейчас в этом открываться. А результат такой же вот. Значит, это множество матриц относительно симплектической транспозиции, ну, N должна быть четной, чтобы она была быть четной, имеет конечный байс-сложность тогда и только тогда, когда поле бесконечен. Ну, наконец, обратное смысле Мура Пенроуза. Вот Пенроуз, тот самый Пенроуз, Роджер Пенроуз, Нобелевский лауреат, он определил в 1955 году некую операцию над матрицей, вообще говоря, прямоугольной, над полем комплексных чисел. И вот он доказал, что до любой N на K матрицы A существует единственная K на N матрица A с крестиком, такая, что выполняются вот эти четыре должността, где звездочка – это обычное сопряжение, обычное эрмитово сопряжение. Вот. Ну, вот эта матрица называется обратное в смысле Мура Пенроуза. Мур определил то же самое матрицу, но совсем другим способом еще в 1920-м. На самом деле были еще люди, которые до этого уже понятия доходили, но вот закрепились имена Мура и Пенроуза. Это важный объект, причем и с теоретической точки зрения, а также с прикладной точки зрения. Например, если мы решаем систему линейных уравнений, которая может быть несовместной, те системы линейных уравнений, которые взяты из практики, они, как правило, переопределены несовместными. Тогда вот А с плюсиком В возвращает решение в смысле метод на меньше квадрата, то есть тот вектор, для которого вот эта невязка, так сказать, самая маленькая. При этом к тому же, здесь я это не написал, но это так называемое нормальное обседорешение, это вектор наименьшей длины с этим свойством. Вектор наименьшей длины, который минимизирует невязку между правой и левой частью системы. Так вот, мы доказали такой факт, что если рассмотреть множество всех 2 на 2 комплексных матриц относительно операции умножения обычного эрмитового сопряжения и взятия обратно в смысле Муропен Роуза, то конечного базиса точности у этих матриц нет. Но это результат, который я по-прежнему считаю несколько контринтуитивным, парадоксальным. Смотрите, с одной стороны довольно легко проверить, что вот этот объект имеет конечный базис точности. С другой стороны, теорем Пен Роуза говорит, что 4 закона, которые записал Пен Роуз, они однозначно определяются вот этим вот, ими однозначно определяется вот этот АС-плюсик. Заметим, что эти законы это тождесть, поэтому естественная гипотеза состоит в том, что конечный базис тождесть для этого объекта это комбинация тех тождеств, которые нужны, чтобы задать обычное эрмитовое сопряжение и тоже спин Роуза. Но это не так. Мы не знаем, верно ли это утверждение, когда Эн больше не будет. Я предполагаю, что оно верно, но мы не умеем этого доказывать. Те методы, которые мы сейчас используем, они для этого недостаточно. Вот. Ну, собственно, вот то, что я хотел рассказать, вроде я уложился во время. Выводы, которые я хочу сделать. Во-первых, оказалось, что изучение с точки зрения проблемы конечного байса тождеств, тождеств, матричных тождеств, в которых участвуют умножение и естественная одноместная операция, которая определенная на матрицах, приводит к большому числу результатов, некоторые из которых кажутся довольно такими любопытными, по крайней мере. Ну, понятно, что для того, чтобы потери результата получить, оказалось нужным развить некоторую новую технику, и эта техника нашла много дальнейших предложений. Вот есть статьи, в которых уже не обязательно матрицы рассматриваются, а те же самые вопросы рассматриваются для других объектов, для других полугрупп, с эволюциями, с другими минарными операциями. Ну, разумеется, как это всегда бывает в этой области, и про матрицы, и про полугруппы вообще, имеется большое количество открытых проблем, которые еще ждут, так сказать, своего решения. Все, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова